Я вас приветствую. Я решила проанализировать следующий год с положения транзита на 1 января 2023 года, полночь, с точки зрения дизайна человека. И мы посмотрим, что может этот год принести и, соответственно, какие ресурсы у нас будут. Итак, первое, на что мы обращаем внимание, манифестер. То есть это человек не сакральный. В качестве транзита это может означать то, что многие люди будут способны достигать своих целей, то, над чем они работали раньше. Манифестер движим определенной целью. Если его цель ему очень сильно нравится, она его зажигает, то он будет готов на всё ради этого. И ресурсов, на самом деле, для этого, я бы сказала, немного, потому что сакральный центр неопределен. Корневой тоже, что говорит о том, что год может быть неспокойным. И эмоциональный центр тоже неопределен. Говорит об определенной, но можно сказать, эмоциональной нестабильности. Некоторые люди открытый эмоциональный центр используют очень грамотно, считывая эмоции и желания других людей. Некоторые, наоборот, считают, что это как будто какое-то проклятие. Постоянно все люди что-то думают, что-то хотят, что-то желают. Испытывают негативные эмоции, и люди перенимают это на себя. То есть мы можем контролировать это в зависимости от уровня осознанности и опыта. На инкарнационный крест и положение «Солнце-Земля, Солнце-Земля» смотреть не стоит, потому что каждый год 1 января выпадает именно на 38 ворота. Это тема борьбы. То есть это окрашивает конкретный день. Ну и, соответственно, напряжение тоже идет именно на 1 января. Это не будет окрашивать весь год. Мы можем посмотреть также профиль «Исследователь-мученик». В этом ключе, конечно, это может быть важно. То есть единичка, она всегда достаточно неуверенная. Она ищет какую-то точку опоры и следует. Это какая-то определенная, я бы сказала, опаска, неуверенность и потенциал того, что к концу года мы в чем-то разберемся и уже будем уверены в это. В чем именно это может быть совершенно что-то разное. Но единичке ей сложно себя проявить, она может определенной скромностью обладать. То есть в рамках чего-то мы будем исследовать какой-то процесс, исследовать то, что конкретно для нас важно. Это могут быть и научные исследования, это может быть исследование того, что человеку интересна какая-то тема. Например, человек хочет завести семью, да, он будет собирать информацию об этом. Человек хочет построить бизнес, он будет собирать информацию об этом. Человеку нужно решить какую-то проблему, связанную со здоровьем, он будет исследовать это. И в общем, та тема, которая близка, она будет исследоваться. Троечка говорит о том, что мы должны быть готовы к экспериментам, что что-то может пойти не так, тем более со стороны красного. Это говорит о том, что инстинктивно, можно сказать, наша душа, она изначально хочет, чтобы мы обретали новый опыт. Для того, чтобы обрести опыт, нужно идти в новое. Когда мы идем через сопротивление, у нас случаются ошибки. Потенциал в том, чтобы идти во что-то новое и не ругать себя, что что-то не получилось, посмеяться над этим, поюморить как-то. Самое, конечно, лучшее, что может быть, это как взять юмор в дорожную аптечку. Постараться в каждой истории видеть что-то позитивное. Также можно сказать, что ресурс, который будет давать год, связан очень с эго. В системе дизайна человека эго-центр отвечает за ресурсы. Ресурсы именно такого материального ключа. Чаще всего деньги. Это может быть деньги, это может быть время, это может быть, в принципе, да, как человек себя оценивает. В принципе, потенциал того, что самооценка в этот год будет стабильная и будет зависеть от самого человека. То есть от того, насколько себя человек оценивает, можно сказать, пройдет весь год. Также вот этот канал, это канал денег на самом деле. То есть деньги будут приходить к тому, кто ценит себя. Если вы цените себя, то вы можете инициировать. Инициировать или манифестировать, то есть воплощать свое желание и мечту, как бы, с одной стороны. А с другой стороны, налаживать какие-то процессы, грубо говоря, запускать механизм для того, чтобы приходили, например, деньги. Некоторым людям для этого нужна команда. На каких людях может быть базирован год? И тут можно сказать, что год будет примерно ровно распределен на все возможные варианты. 61.24 – это индивидуальный канал, говорит сам за себя. Это то, что у человека происходит в голове, идеи, инсайты, которые понятны лишь ему. И если он будет их использовать, он может влиять на других, он может даже дать какой-то совет, грубо говоря, подсказочка от космоса или что-то в этом духе, как межгалактическая выделенка. 16.48 – это коллективный контур, который имеет влияние, что эта энергия приходит человеку, но не для него, а для других людей. При этом эта тема, связанная с талантом. И 21.45 – это племенной. Как раз ресурсы будут приходить помимо желания, то есть у человека есть желание, ресурсы будут приходить на него, если он себя ценит. Также это и племенная тема, то есть семья, коллектив, например, на работе, какие-то единомышленники, какая-то группа людей, которая вам близка. Если у вас такая группа есть, то, соответственно, тоже ресурс будет приходить. Причём 21 – это ворота вообще охотника. Охотник, грубо говоря, за ресурсами. В негативе это может быть тема тотального контроля. А в позитиве это искусное управление ресурсами, нахождение, добыча, то есть примерно как в какие-то древние времена, когда нужно было добыть мамонта или что-то в этом духе. То есть симпиазируя всё это, год на самом деле с потенциалом того, что человек может использовать какой-то талант, если у него есть навыки, и он в них углубляется. То есть он не просто поверхностно знает что-то, он ещё и вглубь каждого может копнуть, включая того, что у нас исследователь. На этот год определён. Тема «Канал короля», «Канал денег», «Канал манифестации» и тема, связанная с инсайтами, индивидуальные. Я бы сказала, что симпиазируя всё это, грань между высшим слоём населения, очень сильно богатым и очень сильно бедным, будет увеличиваться. Среднего звена я тут не вижу. Племенной контур – это не только канала, какие-то ворота определённые тоже могут отвечать за племенную структуру. Конкретно тут я бы хотела выделить 44-е ворота, делать что-то вместе. И ворота шаблонов. Также ворота, связанные с памятью. Очень важно не обижаться на людей, которые каким-то образом доставили вам какие-то неудобства, вы у них огорчились в какой-то момент один раз. Я бы сказала, что действуйте по правилу. Один раз – случайность, два совпадения, три – закономерность. Если человек вас огорчил достаточно большое количество раз, то как раз шаблон формируется, что этот человек для вас не подходит, он ненадёжный. Если вы сможете уйти от каких-то обид, то вы можете войти в потенциал того, что вы делаете вместе. И вполне возможно, что можно достичь какого-то результата или проявления любви в том, чтобы делать с кем-то вместе. При этом будет усиливаться ощущение безопасности. Если мы посмотрим просто центры, то тема, связанная с безопасностью, самая важная, она будет определять большинство наших решений, что безопасно, что небезопасно, в рамках чего это может быть. Это может быть в плане еды. Мы смотрим, например, на срок годности продуктов, когда их покупаем, чтобы они не были испорченными, или проверяем то, что у нас в холодильнике. То есть интуитивно это будет видно. Если возникает мысль, а вот она там лежит долго, наверное, уже испортилась, можно посмотреть, проверить, и скорее всего так, есть уже не нужно. Также может быть очень сильное ощущение запахов и всего, что связано с биохимией. То есть если говорить в рамках отношений между людьми, то вполне возможно, что в этот год люди будут как кошки друг к другу принюхиваться, если им нравится запах, грубо говоря, негодового спаривания. Если вам не нравится запах человека, от него пахнет не очень хорошо, то, скорее всего, этот человек вам не подходит. Плюс это все, что связано с лимфатической и гормональной системой в том числе. Интуиция, так сказать, от тела. Если есть какое-то ощущение, что, например, нужно надеть шапку, нужно взять с собой зонтик, или что-то еще связанное с физической безопасностью вот в таком ключе, чтобы не замерзнуть, чтобы не подскользнуться, то тоже нужно слушать эти сигналы. Ну и, конечно, на какие-то рискованные вещи серии пройти по какому-нибудь мосту с закрытыми глазами, прыгнуть с какой-нибудь высоты, прыгнуть на электричку, вот такие вот вещи не рекомендуется. То есть тема риска, скорее всего, будет минимизирована, я бы так сказала. И когда заключаете какие-то сделки, тоже анализируйте риски, именно слушая свое тело. То есть тело оно подскажет. Оно моментально подскажет, селезенка дает очень тихий сигнал, и она дает его один раз. Очень редко, когда она может сигнализировать, как сирена, но это может быть, когда что-то конкретно опасное для здоровья дает какой-нибудь медикамент какой-нибудь опасный, или человек находится на грани жизни и смерти, там авария или что-то такое, или чуть-чуть, вот еще бы чуть-чуть, могла бы случиться авария. Да, нужно очень хорошо чувствовать свое тело. Энергия что-то исправляет, но она, в принципе, инстинктивно будет работать. Да, это может быть и исправить здоровье, и исправить какие-то ошибки, которые кто-то совершил. Это может быть и тема врачевания, помогать другим людям исцеляться. Это может быть тема, связанная с ремонтом, это может быть тема, связанная со спортом, восстановление, например, после какого-нибудь заболевания, подключение спорта, это будет усиливать. Гормональная тема, чаще всего это женское здоровье, имеется в виду, но гормоны есть не только у женщин. Тут я бы сразу сказала, что сегодня попал просто такой инсайтище. Мне пришел в голову образ женщины, которая складывает руки в жест на масте и делает поклон. Поклон она делает мужчине. И в какой-то момент до меня дошло, зачем она это делает. Сейчас на планете очень много женщин, у которых преобладают мужские энергии. И когда она делает этот поклон, она смиряет свое эго перед мужчиной. А это очень сложно, потому что мужской энергии больше. И когда она это делает, она делится своей мужской энергией с мужчиной. Таким образом, мужчина может достигнуть все, чего она захочет с какой-то стороны. С какой-то стороны, может быть, чего он захочет. Но в целом она делится своей энергией для того, чтобы мужчина стал сильнее. Если она сможет его еще и вдохновлять, то в принципе выигрыши, они будут находиться оба. И в этом заключаются самые кайфовые отношения, которые могут быть. Многие мечтают, чтобы мужчина, например, орел цветы, делал то, делал это. Но женщина должна сама себя ценить для того, чтобы мужчина все это делал. Один из способов – это смирить свое эго и смирить ожидания. Ну и тема, связанная с интуицией, будет очень сильно работать в течение года. Через внутреннюю глубину, то есть в какой-то момент захочется куда-то углубиться, может быть, покопаться в своих страхах. Потому что, в принципе, где селезенка, там частично уже скоро и почки будут. Они все отвечают за жидкости. А почки очень сильно связаны со страхами. И если заниматься спортом, то я рекомендую делать это не на беговой дорожке в зале. Потому что, когда ноги соприкасаются с движущейся поверхностью, которая создает микровибрации, нам от этого не особо сильно спокойнее. И с почками происходит не самая благоприятная история. Поэтому лучше всего, чтобы ноги были на земле или на полу, на чем-то статичном. То, что никуда не будет трепещать и не будет носить дополнительные вибрации. И, соответственно, очень рекомендую любую обувь, которая амортизирующая. И ходить с хорошей стелькой. Особенно для тех, у кого плоскостопие. Также будет направлено на тему заботы, в том числе о здоровье. Тут много положений, которые на это указывают. При несоблюдении рекомендаций могут быть гормональные нарушения и проблемы. Но мы можем их ликвидировать, если мы заранее об этом знаем, если мы стараемся себя успокаивать, если мы чувствуем себя в безопасности. 21 ворота, они связаны с желчным. И сердцем с какой-то стороны. То есть вот этот единственный моторчик энергии, который есть в этом транзите, он говорит о том, что нагрузка на сердце будет большая. Это моторчик, который дает нам силы, но он дает их ненадолго. Поэтому очень важно вовремя восстанавливать силы. То есть ненадолго, я подразумеваю буквально ненадолго, может быть на 2 часа. Когда у человека есть цель, он поработал, но не нужно работать весь день. Вот в этом году нужно как можно больше расслабляться. Потому что если мы берем манифестера, да, манифестер, который переработал, он становится очень сильно злым. И тут эта злость бьет конкретно по желчному. То есть это уже могут быть и камни в желчном пузыре, и нарушение того, что происходит в крови, и все сопутствующее дальше. То есть я бы рекомендовала какие-то желчегонные травки периодически пить, если есть какие-то нарушения, особенно со сном. А манифестер – это, в принципе, человек, который стремится к тому, чтобы было спокойно. А спокойно ему не особо сильно будет, а если кто-то будет рядом с ним стрессовать, то он будет подвижен еще большей панике. И вот этот механизм, который может быть идеально сложен, он не будет идеально работать. Плюс две группы центров дают нам двойное определение, что говорит о том, что отношения в этот год нужны, потому что определенной соединенности не будет. Идеи могут витать, все остальные таланты и тема зарабатывания денег может витать где-то отдельно, и для того, чтобы все это вместе соединить, получать сигналы, грубо говоря, из космоса, и при этом зарабатывать на собственном таланте, чтобы это все сочеталось, и не поехала кукушечка, как говорят некоторые знаменитые астрологи, нужна определенная соединенность. Тут уже нет поддержки от канала 2343, которая была в прошлом году, потому что ра, хоть и это там были, но на самом деле какой-то стороны хорошо, что его нет, потому что при долгом расположении этот канал дает определенные зацикливания, либо зацикливание мыслей в голове, либо вплоть до нервного тика, либо даже до заикания. Поэтому радуемся, что этой энергии тут нет, а мы немножко от нее будем отдыхать. Также у нас определено горло, то есть это говорит о том, что ресурс горла, во-первых, направлен на то, чтобы показать в материальный мир какие-то свои навыки, и потенциал того, что хочется наблюдать за тем, что все хорошо, все процветает, как король, который сидит на кресле, и когда королю что-то не нравится, он может рябкнуть. Но горловой центр у нас связан с горлом, если этот король рябкнет слишком сильно громко, то горло может заболеть, может быть ангина или что-то такое, а хрипный человек может, поэтому не очень рекомендую на концертах ходить и очень-очень громко кричать, потому что от этого может голос сесть. При этом горло у нас еще связано с щитовидкой, и получается у нас такая взаимосвязь селезенка и щитовидка. Поэтому потребление йода и поддерживающих элементов, которые связаны с работой щитовидки, лучше всего кушать какие-то зеленые растения, петрушка, укроп, фолио – это лист, руккола, то есть все вот эти вот вещи максимально добавляют в салаты, и мы можем сгармонизировать этот момент. Для тех, у кого нет аллергии на йод, можно мазать йодом поясницу. Поясница – это то место на теле, которое быстрее всего впитывает йод. Плюс знающие специалисты говорят о том, что есть такое понятие – синий йод, который готовится самостоятельно с помощью крахмала, лимонной кислоты, воды, плиты, огня, заготавливается в баночку. Вот, поэтому тоже можете поискать эту информацию, как это, по-моему, называется, японский йод. Из-за того, что определено горло, очень важно следить за своим языком, оценить каждое свое слово. То есть идеально, когда человек не стрессует, молчит и говорит только тогда, когда нужно сказать, что каждое слово, каждая минута времени обладает ценностью, и если человек свои слова раскидывает попусту, он за это не получает ресурсы, то есть, ну, как сплетни, обсуждение кого-то, сквернословие, когда кто-то кого-то ругает беспричинно, ну, не то, чтобы даже беспричинно, но вот какая-то такая болтология, ни о чем. Когда человеку просто нечем заняться, и поэтому он сидит на телефоне, например, и разговаривает. Это не имеется в виду, что не нужно вообще ни с кем разговаривать. Можно, например, сходить под подруги, поделиться делами, но вот что-то такое в рамках, например, коллектив на работе, обсуждает начальник, а вот это вот не очень сильно благоприятно. Лучше потратить ресурсы с пользой. Если не знаете, что сказать, кого-нибудь похвалить, это очень классно, да, делать какие-то комплименты, благодарить людей, да, особенно если они помогают вам в каком-то процессе, который важен для вас двоих, то это уже работа племенного канала. либо хвалить кого-то, даже если вас кто-то обидел, попробуйте его похвалить. Это очень сильно сгармонизирует эго-центр. Либо не обращать внимание на тех, кто вас раздражает. Это уже фокусировка внимания на уровень выше. Помимо этого, у нас 36-е ворота активированы дважды, да, тут конкретно за это отвечает Нептун. Но это тема того, что ищите потенциал в каких-то кризисных ситуациях. Когда случается какой-то кризис, начинается определенный момент перестановки, переоценки ценностей. Тот, кто был выше, упал вниз, тот, кто был внизу, может подняться вверх, да, потому что, когда мы падаем в самое дно, днище, даже так можно сказать, да, по большому счету у нас нет выбора, кроме как оттолкнуться от этого дна и выстрелить вверх. Поэтому некоторые люди, которые верят в себя, верят в свою мечту, они могут очень существенно подняться. А, и конкретно 36.1 это тема того, что нужно быть верным себе во время кризиса. Как раз изучение, да, мы не можем ориентироваться ни на что посторонним, мы ориентируемся на себя. Ну, рекомендации идти в новое, потому что, если мы останемся там, где мы есть, мы ничего не изменим, да, и самый большой риск это не рискнуть и пойти в новое, а это остаться там, где есть, потому что мы теряем новую возможность. Я бы сказала, что год требует определенной активности, передвижений, ну, спорта, занятия сильной позиции, умение вести за собой, потому что у нас активное тело, активная окружающая среда. Это говорит о том, что захочется быть главным в компании каких-то людей. И в целом, конечно, зацепок таких вот нету, да, они дают нам достаточно быстрое принятие решений. То есть возникает какой-то вопрос, спрашиваем себя, безопасно, селезенка отвечает, да, все, пошли в эго, это меня достойно, да, все, поехали. Примерно так. А эго отвечает очень быстро, селезенка тоже. Эти два центра, они любят подумать. И шестой цвет питания говорит о том, что в этот год очень хорошо перейти к режиму жаворонка, вставать с рассветом. И пока световой день идет, все основное деятельное сделает, да. Вечером может быть упадок сил. Так. И занятие сильной позиции. Очень хорошо, что у нас все стрелочки повернуты в одну сторону. Это даст определенную собранность. Ум левосторонний. То есть это говорит о том, что он достаточно логичный. Вся информация, которая нам заходит на уровне ума, она будет заходить так, как нужно, с определенной скоростью для конкретного человека. И как бы она будет заходить в такое определенное узкое горлышко и структурироваться. И это на самом деле очень классно. И при этом внимание будет сконкретизировано на какую-то конкретную точку. Мы во что-то углубились, да, мы не распыляемся на все вокруг. Относительно отношений. Можно сказать, что нужно определенный момент притирки пройти и выйти в точку доверия. Избавиться от страха интимности. У шестых ворот есть такой страх. И шестые ворот еще связаны с темой баланса. В том числе кислотно-щелочного. Это как на уровне тела, да, мы вспоминаем рекламу в жвачке Орбит, да, восстановление кислотно-щелочного баланса после еды. И в отношениях примерно то же самое. То есть мы понимаем, что отношения развиваются всегда по-разному. Ситуации бывают разные, но все приходит по нашему запросу. Мы хотим пережить какую-то эмоцию, грубо говоря, да, вот, пожалуйста. 51-х ворот нету, то есть особо сильно шокирующих событий не будет, но важно научиться доверять. Вот, и тогда еще и можно будет проявить заботу. Заботу можно проявить по отклику. Луна, мы будем получать от этого удовольствие, и также мы удовольствие будем получать, когда мы будем делиться каким-то опытом, накопленным в прошлом. Такой дружественный опыт, который мы можем передавать дальше знакомым людям, незнакомым людям, какие-то проверенные рецепты, какие-то проверенные советы в разных областях жизни. Это могут быть и духовные знания, это может быть тема связанная с готовкой, это какой-то может быть практичный опыт. Он такой коллективный, что, например, кто-то для себя изучал какую-то тему, связанную с законами по недвижимости, и он может помочь кому-то по таким вопросам в этом году помочь. То есть тема закона в принципе тоже, опираясь на какие-то уже железобетонные установки и передавать их дальше. Ну, определенные провокации будут, но провокации сейчас есть всегда и везде, они связаны и даже с тем, что происходит в новостях, когда залезаешь на Яндекс, иногда бывают такие громкие заголовки, если чуть-чуть не успеешь ввести сразу свой запрос, то сразу начнешь читать, что же там происходит. И чаще всего этот заголовок не имеет никакого отношения к статье, поэтому когда на радио возникает какая-то новость, очень важно остановиться в этом моменте и подумать, с какой целью эту новость пустили на радио. Вот был один день, когда объявили новость, и я стала узнавать у знакомых мнение. Кто-то испугался по одной причине, кто-то испугался по другой причине, кто-то учился и вообще на нее не среагировал. Я думаю, отлично, люди по-разному тема была важная, конечно, но я прекрасно понимала, что день, в который это все произошло, он был просто направлен на то, что вот в этот день идеально пустить какую-то новость для того, чтобы она облетела огромное количество людей. И это был очень грамотный ход с точки зрения того, кто захотел, чтобы эту новость услышали. Поэтому отслеживаем и понимаем, что это просто новость. Мы не даем ей силы, если мы не даем ей силу, значит, она не имеет власти над нами, значит, не факт, что она нас каким-то образом коснется. И чаще всего именно так и происходит. Посмотрим, что еще может быть достаточно важно. 25 ворота, они стремятся любить. Так, тут у нас Юпитер в 25 воротах и здесь у нас Юпитер в 25 воротах. Давайте посмотрим, что такое 25.4 и 25.5. Давяйте своему внутреннему видению и ничто не сможет нарушить чистоту ваших помыслов. Благодаря правильному кругу общения, хорошему отношению к людям, вы поддерживаете свое здоровье и можете помогать другим. Здоровье тут имеется в виду больше душевное, потому что когда у человека начинает страдать физическое здоровье, это, грубо говоря, говорит о том, что у него уже на духовном уровне этот процесс пошел. То есть вся система дизайна человека построена изначально на типах энергетической механики человека. Это называется аура. У генераторов она обширная, плотная, примерно 3,5 метров, пористая и распространяется на 3,5 метров. Соответственно, чем более наполненный и ресурсный генератор, чем эта аура она его как бы защищает. И он может давать хорошую энергетику другим людям. Если кто-то на его косо посмотрел, кто-то позавидовал, кто-то сказал, ты делаешь не так, в общем, генератор после этого начинает фрустрировать, то эта аура может быть в ней как будто дырки появляются, может быть как будто она становится в пятнах в каких-то грязь, как будто к ней какая-то пролипает. И, соответственно, когда эта аура разрушается, то всё вот это взаимодействие с людьми начинает достигать до тела. То есть, если не ошибаюсь, Олег Руснак, ну и многие, конечно, другие люди, они разделяют ауру вообще на несколько составляющих. Ментальное тело, казуальное тело, в общем, их там семь штук. И они как бы как матрёшка распространяются от нас, и нам очень важно поддерживать всё это вместе. А это идёт всё из внутреннего, грубо говоря, я, центра души. Поэтому сначала болезнь возникает на уровне ауры, только потом она переходит в тело. То есть, мы заботимся о своём духе. И чаще всего дух и душа связаны. Когда мы во что-то верим, наша душа подпитывается от этого, мы светимся, как девушка, которая влюбилась, она светится, ребёнок, который очень хочет, например, научиться играть на скрипке, и ему родители говорят, давай мы тебя отведём, и в этот момент он светится. или что-то ещё такое похожее, когда человек думает о том, чтобы поехать в другой город, да, и у него появляется на это возможность. Вспомните вообще любые такие ситуации, когда мы что-то хотели, и Вселенная вам сразу предлагала варианты. Кто-то пугается, кто-то не пугается. Да, 1 и 3 – это такой специфический профиль, которому как бы и хочется перемен, а как бы и не хочется перемен. Плюс очень важно вовремя говорить и информировать других людей о том, что вы будете делать. Ставить их в известность, потому что манифестор в транзите даёт именно такой посыл. Это значит, что если вы чем-то заняты, вы должны предупредить других людей, чтобы вас не отвлекали, когда вы чем-то заняты, чтобы вы не злились, и чтобы весь этот процесс прошёл слаженно. Примерно такой у меня получается анализ. Оставьте обратную связь. Я желаю уже подготавливаться к Новому году. вот 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 Вы знаете все